Пересек границу Ненецкого округа, ледоход на реке Печора развивается в очень ранние сроки. До праздника Великой Победы остаются считанные дни. Ненецкая телерадиообещательная компания подводит итоги акции «Мы идем на встречу с памятью». С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепитова. Губернаторам округа подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил окружной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В соответствии с документом в муниципальных образованиях организуется круглосуточное дежурство, уточняются планы действий при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, приводятся в готовность резервные источники электропитания, пункты временного размещения людей, обеспечена постоянная готовность систем оповещения и информирования населения. Это связано с прохождением ледохода. Его голова развивается на участке Лёждук-Тошвиска, в 103 километрах выше Наринмара. Подвижки распространились до Хангурия, до Осколково-Ледостав с закраинами. Ледоход на реке Печора развивается в очень ранние сроки. На Усть-Кожве, Усть-Усе и Мутном материке редкий ледоход. Отмечается спад уровня воды. В Челе-Юре чисто, в Уст-Цильме редкий ледоход, в Йормице средний ледоход. Рост воды составляет 996 сантиметров при критической отметке 1030 сантиметров. В Оксино вода поднялась на 24 сантиметра за крайны. Такая же картина складывается в Наринмаре. На реках Адьва и Колва за крайны рост воды 6 сантиметров. На суле подвижки. Напомню, голова ледохода развивается на участке Лёждук-Тошвиска. Подвижки распространились до Хангурия, до Осколково-Ледостав с закраинами. Первые итоги работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями подвел глава региона Игорь Кошин. Основными ее задачами является увеличение объема инвестиций, трудоустройства местных жителей на нефтепромыслы и легализация всех нефтяных подрядчиков, работающих на территории региона. С начала года недропользователи предоставили в Центр занятости населения 193 вакансии. При этом трудоустроиться к нефтяникам могли лишь 14 жителей округа. В чем причина, губернатор округа Игорь Кошин рассказал в программе «Актуальное интервью». Две причины как минимум. Объективная и субъективная. Что касается объективной, безусловно, длительное время округ не готовил специалистов для этой отрасли. И на следующий день мы через наши Центры занятости две группы на следующий день уже обучаются. Первая – это на базе многофункционального Центра «Лидер». Вторая группа на базе нашего ПТУ обучаем ребят, которые будут работать непосредственно в тундре на наших недропользователей. Помимо этого сформированы еще две группы. Мы будем готовить и сварщиков, и операторов нефтяного газового оборудования. То есть те специальности, по которым у нас есть основное количество вакансий. Это объективная причина. Есть субъективная. Не всегда люди хотят идти работать в тундре, потому что условия на самом деле очень тяжелые. И только в тундре приходит понимание, насколько сложно заработать вот этот рубль. Но, тем не менее, не стоит забывать, что вакансии у нас, по большому счету, те, которые проходят обучение, это рабочие специальности. А где-то требуется стаж работы, допустим, пять лет по специальности. Вот как быть с этими вакансиями, если нет специалистов со стажем работы? Даже если они получат обучение, а стажа у них нет. Значит, я считаю, что что касается стажа и опыта работ, это, прежде всего, такие высокотехнологичные отрасли. Прежде всего, конечно же, это здравоохранение. И здравоохранение мы полностью своими специалистами не перекроем. Что касается недропользователей, что касается подрядчиков, гетподрядчиков, безусловно, на инженерные специальности необходим стаж работы. Именно поэтому сегодня есть возможность начинать с рабочих специальностей, получать опыт, условно говоря, пройти снизу доверху. Для того, чтобы новоявленные нефтянники смогли применить полученные знания на практике, с 3 июня будет запущен регулярный рейс на Усинск. Там проходят централизованные перевахтовки персонала. Администрация округа будет субсидировать такие перевозки, чтобы как можно больше жителей округа смогли найти достойную работу в тундре. А, следовательно, получили возможность содержать свои семьи. Ранее по инициативе Игоря Кошина недропользователи взяли на себя обязательство оказывать содействие в регистрации всех своих подрядчиков и субподрядчиков на территории округа. Это служит источником поступлений в бюджет НАУ налога на доходы физических лиц и налога на имущество. В Нинницком округе одобрена дорожная карта по совершенствованию условий для ведения бизнеса в регионе. Мероприятия спланированы к исполнению до 2018 года и разбиты по четырем основным направлениям, которые соответствуют показателям национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Первый блок включает мероприятия по улучшению регуляторной среды, прочее по развитию государственных институтов поддержки бизнеса, повышению доступности ресурсов и качества инфраструктуры, эффективности поддержки малого и среднего бизнеса. Запланированные до конца текущего года мероприятия направлены в первую очередь на повышение эффективности процедур регистрации предприятий и выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, подключения электроэнергии, а также на повышение качества доступности финансовой поддержки предпринимательства. Всего дорожной карты предусмотрено порядка 80 мероприятий по информационной, организационной и финансовой поддержке бизнеса. Улицы Наринмара предложили называть в честь окружных сел и деревень. Такой инициативой выступили активисты некоммерческой организации «Андекское землячество». В ближайшей перспективе планируется составить перечень населенных пунктов, имена которых могут присвоить улицам Наринмара, а также подготовить информационные справки о них. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. И вот это наше предложение, наверное, вот такой наш памятник нашим деревням. Потому что все деревни связаны, каждый житель. Вот я родился в Андиго, у меня в паспорте штамп, ты же родился в Андиго. Я горжусь этим. Гордиться действительно есть чем. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Андиго ушло 45 человек. Не вернулось 31. Жители Андиго воевали на Карельском, Ленинградском, Волховском, Прибалтийских и Украинских фронтах. Победу ковали не только на фронте, но и в тылу. Вся тяжесть легла на плечи женщин, стариков и школьников. В память о сражавшихся на полях брани, а также тружениках тыла. На средства гранта, которое в 2014 году выиграла организация, в центре поселка установили памятник. На трех мраморных плитах значится более 300 имен уроженцев деревни. Кроме красивой стелы с именами героев поставили ограду, установили скамеечки, разбили цветочные клумбы. И если у деревни Анди, по словам председателя организации Петра Хабарова, есть будущее, то немало в истории округа исчезнувших деревень – Черная, Никицы, Хабарова, Сопка и другие. Поэтому присваивать городским улицам название населенных пунктов вполне справедливо, поскольку многие жители города являются выходцами сельской местности или связаны с селами историческими корнями. Я считаю, что вот эта инициатива, наверное, применительна для всей России даже. Потому что деревни забываются. В частности, их закрывают официально. И кто потом вспомнит. И вот мы еще предложили там, когда уже документы были направлены, предложили, чтобы на первом доме улицы краткую историческую справку о деревне, чтобы знали, откуда это взялось название. Такая табличка на здании с указанием названия улицы и исторической справкой позволит жителям столицы региона больше узнать о Неницком округе, считает инициатор идеи. В городской комиссии по топонимике, увековечиванию памяти, выдающихся событий и личности идею тоже поддерживает. Что интересно, что, наверное, вот так получается, что мысли сходятся. И на комиссии по топонимике, буквально недавно, на двух предыдущих, такое предложение и сами наши краеведы, музейщики, высказывали. Это же все-таки память историческая. И мы говорим о патриотическом воспитании. Это и патриотическое воспитание наше население о том, чтобы знать нашу историю. Потому что, если мы не будем знать историю, то и что происходит в наших странах ближнего зарубежья. По словам Сергея Никулина, в ближайшей перспективе совместно с сотрудниками Неницкого краеведческого музея планируется составить перечень населенных пунктов, имена которых могут присвоить улицам Наринмара, а также будут подготовлены информационные справки о них. После чего предлагаемые наименования будут внесены в специальный реестр и, соответственно, смогут быть рассмотрены при вынесении вопросов о названии новых улиц. Первыми могут получить название деревень безымянные элементы городской инфраструктуры в микрорайоне Старый аэропорт. Окончательное решение о присвоении названий принимает Совет городского округа. Неницкая телерадиообещательная компания подводит итоги акции «Мы идем на встречу с памятью». Она объединила школьников, предпринимателей и региональный молодежный центр. Благодаря совместным усилиям было обновлено более 150 портретов ветеранов и тружеников тыла. 9 мая их пронесут по улицам Наринмара и в населенных пунктах в рядах Всероссийского шествия «Бессмертный полк». Алексей Болотов – один из последних участников добровольческой акции «Мы идем на встречу с памятью». Говорит, когда узнал о том, что можно бесплатно отреставрировать и распечатать фотографию фронтовика, сразу обратился к организаторам. Теперь фотография деда Болотова Степана Дмитриевича будет красоваться в рядах «Бессмертного полка». Про эту акцию я услышал по радио и откликнулся. Мне было очень приятно, что качество, которое сейчас я увидел, мне очень удовлетворяет. Спасибо большое. Над качеством фотографии работали графические редакторы телекомпании. Затем цифровой снимок отправлялся в один из печатных центров. Помочь родственникам фронтовиков пожелали сразу несколько частных фирм. Первое рекламное агентство «Красный город» и сеть магазинов «София». Память отцов и дедов надо хранить вечно. Потому что мой дед погиб в Великую Чувственную войну. Много знакомых погибли. Много наших советских солдат сложили голову, чтобы нам жилось очень хорошо. И не было никакой больше войны. Ну-ка, подержи, я посмотрю. Вот, молодец. Заключительную работу по подготовке портретов к участию во Всероссийском шествии «Бессмертный полк» проводили школьники. Учащиеся 1-й и 3-й школ города своими руками мастерили штендеры. Удобная деревянная конструкция сделана вручную под наблюдением опытного мастера Александра Ковалёва. Мы изготовляем сначала бруски. Вот мы на предыдущем занятии строгали цилиндрические заготовки. Потом расторцовка идёт по размерам. Там размеры указаны в чертежах. И вот пилим фанеру. И скрепляем черенок как бы и основа. За несколько дней ребята смастерили 70 штендеров, которые также бесплатно получат родственники фронтовиков и труженьков тыла. Очень приятно отметить, что к нам в телекомпанию приходили как люди высокого возраста, так и совсем юные жители Наринмара, которые хотят принять участие в торжественном шествии. Я думаю, что такая добрая инициатива, она обязательно на следующий год снова найдёт продолжение. Итогом добровольческой акции стали более 450 обновлённых портретов фронтовиков. 300 из них изготовлены под началом молодёжного центра. 150 при участии Ненецкой телерадио-овещательной компании и предпринимателей. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре состоялся грандиозный праздник танца «Арктик-данс-2016». Вальск, Викстеп, Чачача и Самбо. Дворец спорта Норд на один вечер превратился в грандиозную танцевальную площадку. Более 70 детей от 5 до 12 лет приняли участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам на паркете «Арктик-данс-2016». В этом году они стали юбилейными пятыми по счёту. Умение слышать музыку, держать рамку, как говорят профессионалы и делать правильные шаги – всё это учитывалось строгим жюри при выборе лучших танцоров, а тех, кто вышел на паркет и тех, кто получил заслуженные медали и долгожданные кубки – в следующем материале. «Арктик-данс-2016» – настоящий праздник спортивного бального танца. С каждым годом количество поклонников звука вальса и латиноамериканских ритмов в Наринмаре только возрастает. Для самых маленьких участников эти соревнования первые в карьере. Для ребят постарше – очередные, но от этого не менее волнительные. Поддержать своих детей сюда пришли мамы и папы, бабушки и дедушки. Конечно, волнуемся. А как же? За всех волнуемся. Переживаем. И в первый раз на таком представлении. Так что болеем за всех. Для всех этот вечер – не просто соревнования, а итог долгих и упорных тренировок. По мере приближения «Арктик-данс-2016» нагрузка только возрастала. Накануне большого события занимались в усиленном режиме и с боевым настроем. На тренировочный паркет вместе с младшей группой вышли победители чемпионата Москвы по латиноамериканской и европейской программам, призеры и финалисты международных турниров Елизавета Лыхина и Олег Джен. Вместе с ребятами они еще раз отточили базовое движение спортивных бальных танцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята смогли передать им некий свой опыт танцевания. И безусловно, это наша общая победа, что ребята могут позаниматься и видеть ребяту вот так вот на паркете, близко поговорить с ними, задать им вопросы. Видеть чемпионов воочию для детей – это дополнительный стимул на пути к победе. По признанию самих юных танцоров, встреча с профессионалами поможет им в будущем. Помогает, и очень сильно, потому что я хочу быть, ну, всего лучше. Помогают. Они говорят наши ошибки, мы пытаемся исправлять их. С ошибками или без все пары, а это более 70 детей, в назначенный день вышли на паркет и показали судейской коллеге и всем зрителям свои программы. Пока в зале соревнований определяются чемпионы, в соседнем конкурсанты, чтобы отвлечься от волнительного ожидания, в очередной раз отрабатывают движение или просто томятся в ожидании результатов. Для Кирилла Иняхина это состояние знакомо. В танцах уже более пяти лет. А учебное время хватает? Да. Хватает. Но не хватает на другие секции. Правда, на бассейн ходит еще, спевает. А вы как мама заметили какие-то изменения возле петли? Это может осанка? Да, да, да. Осанка, поведение, как бы, да. Старается быть красивым. Между выступлениями юных танцоров на паркет выходят профессионалы. Пара из Москвы – Елизавета Лыхина и Олега Джжен. «Арктик-данс» произвел на профессиональных танцоров неизгладимое впечатление. Особенно поразило пару количества танцующих детей. Я считаю, что уровень достаточно продвинутый у детей. Очень много хороших пар и большая конкуренция. Что самое главное в танце? Не забывать, что ты танцуешь для зрителей, для своей партнерши, либо партнершного для тебя. То есть удовольствие, показывать удовольствие, что вы танцуете и получаете. Надо получать удовольствие от танца, показывать все, что ты можешь, и максимально насладиться. Участники соревнований наслаждались танцами на протяжении трех часов. Начинающие танцевальные дуэты и одиночные исполнители соревновались в категории «Массовый спорт». На паркет выходили все вместе, синхронно исполняли программу и получали от судей заветные баллы. Участие в этой категории приняли Света Рочева и Костя Канев. Сначала было сложно, а потом, когда мы научились, было совсем легко. Для более опытных участников, которые переходят в категорию спорт высших достижений, другая система почета результатов, так называемая скейтинг-система. Пары соревнуются за выход в финал и за место на пьедестале почета. На первую его ступень, одними из первых, в этот вечер поднялись Александра Сахарова и Егор Примакин. Своими эмоциями ребята поделились после награждения. «Они потрясающие. Мы очень сильно волновались. Мы старались танцевать изо всех сил. Как шла подготовка? Долго. Мы тренировались каждый день по три часа». Кроме того, в этот вечер были разыграны кубки по отдельным танцевальным дисциплинам по вальсу, квикстепу, ча-ча-ча и самбе. Наибольшее их количество завоевала пара Евгений Зорин и Анна Чумак. Ребята показали самые лучшие результаты. В паре они танцуют два года. «Очень хотелось, чтобы у меня было много кубков, и у меня это получилось. Я тоже хотела. Оценивала окружных танцоров в этот вечер специально приглашенная судейская коллегия, в составе которой судьи международной и всероссийской категории из Москвы, Архангельска и Череповца. Сергей Мухов, судья всероссийской категории, был на самом первом «Арктик-дансе», поэтому смело заявляет, уровень мероприятия заметно вырос. «Очень нравится приезжать на ваш турнир, потому что на самом деле самый северный город для нас считается, когда мы приезжаем. Количество пар увеличивается, программа каждый раз улучшается. Слышишь, дети как растут на глазах. В общем, очень интересно, замечательно. И самое главное, что молодцы, чтобы эта традиция поддерживалась у вас». Традиция проведения этого большого танцевального праздника лежит на хрупких плечах тренера и по совместительству президента Федерации танцевального спорта в Неницком округе Юлии Андреевой. Под ее чутким руководством азы танцевального искусства постигают 70 детей. Все, кто сегодня выходил на паркет. «Времени катастрофически не хватает, но мы делаем вообще дело, и я хочу видеть уже, так скажем, плоды моего труда, и сегодня я их вижу, и судьи, которые знают меня уже не первый год, и помогают нам в этом, в организации, в проведении таких турниров, говорят, что у вас уже растет поколение, то есть у нас уже выпущен какой-то определенный фундамент, и уже начинают нарабатываться возрастные категории, которые могут участвовать именно в спорте больших достижений. Что мы сейчас и сделаем, так как после турнира пары, которые были на педестале, практически все поедут в город Архангельск на турнир северо-западной зоны России «Беломорский ритм-2016». Пока в округе танцует такое количество детей, славная традиция проведения Arctic Dance будет продолжаться. Главное, чтобы были партнеры и единомышленники. Инициатором пятых по счету соревнований выступила региональная общественная организация Федерация танцевального спорта Неницкого округа. Организаторами спортивных состязаний стали Дворец спорта для детей и юношества Норд и Этнокультурный центр Неницкого округа. Главным партнером конкурса стала компания «Башневть Полюс» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией округа. Субтитры создавал DimaTorzok